В молодежном центре, на выставочных площадках и в фойе многое напоминает о днях и ночах лютой блокады миллионного города. Но главное, сегодня к молодежи пришли сами блокадники. Свидетели той трагедии тогда были детьми, но их память не стерли десятилетия. Пообщаться с ветеранами и узнать многое, что сохранило время. Их голос, их мнение с высоты опыта сегодня особенно ценны. Кажется невероятным то, через что прошли они, дети блокады. И эти легендарные 125 граммов хлеба. И как их полуживых вывозили из адского холода и голода. Как женщины в деревнях хотели тут же разобрать их по своим домам, обогреть и накормить. Бабы, которые собрались там деревянские, привели в голос. И пробовали, и требовали, чтобы взяли этих детей. А эти сопровождающие нельзя. Если вы их накормите, они умрут сразу. Это было страшное зрелище. Ветеранам вручены юбилейные почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А эпилогом встречи стала новая постановка театра «Окно» на неисчерпаемую тему героизма ленинградцев. Руководитель театра Вадим Королёв написал инсценировку по воспоминаниям Нины Васильевны Жизневской, блокадницы, встретившей Великую Отечественную войну в возрасте 12 лет. Во время блокады она была связной операцией «Искра». Это очень уникальная вообще история. Единственный ребенок, которого был допущен на Невский пятачок. Спектакль по воспоминаниям Нины Жизневской так и называется «Нина, живи». Для всех блокадников, кто помнит те годы, в этих словах заложен огромный смысл. Блокадные дети не только помнят, они хотят передать юным поколениям свое послание, свое предупреждение. Ведь нечто похожее опять просыпается по всей Европе. Силой слова, театра, искусства прорывается к нам блокадная правда. Мы вновь боремся за правду и за историческую правду. И за то, чтобы память о блокадном Ленинграде, о страшном холоде, о страшном холоде, это страшная была зима 1941-1942 года, о памяти от текста о 25 граммах блокадного ленинградского хлеба, чтобы это все осталось у нас. Спектакль собрал полный зал и, кажется, на сцене все так понятно и буднично, как будто это про нас. Обычный день 1941 года и еще много дней трех лет страшной блокады, величайшей трагедии века. Не забывается такое. Никогда. Сергей Берзин, Первый, Мытищинский.